В Кирове появилась своя Матрона Московская. Образ одной из самых почитаемых русских святых иконописцы создали с изображения, которое хранится в одном из женских монастырей столицы. Но несмотря на то, что это всего лишь копия, эту икону вятские православные считают не менее чудотворной. В чем ее уникальность, расскажет Елизавета Халикова. Помолиться о здоровье и благополучии своих родных Раиса Дуракова постоянно приходит в храм. Сегодня для прихожанки особый повод. В Трифонов монастырь прибыла новая икона Святой Матроны Московской. Поклониться ей женщина пришла не одна. Через две недели ее правнуку Роме исполнится два года. Чудотворная икона с мощами. В Москву же ехать далеко, а здесь у нас мы здесь живем, и поэтому мы пришли сюда попросить матушку, что все у нас было в семье благополучно. По преданию, Матрена Никонова родилась в конце 19 века слепой. С раннего детства она лечила больных и предсказывала людям будущее. После смерти Блаженная была канонизирована. К Святой Блаженной Матери Матроне подходят многие люди, как верующие, как только те люди, которые только приходят к вере, чтобы получить исцеление. Не только исцеление телесное, но и прежде всего исцеление духовное. Мать молится о своих детях, о муже. Родители молятся о своих детях, чтобы Господь даровал прежде всего здравие телесного и здравие духовного. В воскресенье к образу Матроны пришли сотни верующих. Не меньше их было и сегодня. По словам православных, несмотря на то, что икона всего лишь копия московского образа, она действительно имеет чудотворную силу. В основном благодаря мощам святой, которые находятся внутри иконы. В Трифоновом монастыре икона Матроны Московской пробудет до 22 сентября. После этого, чтобы прикоснуться к святыне смогли все верующие, она отправится по городам Вятской епархии. До середины октября икона посетит еще пять городов области. Это Слободской, Советск, Куменок, Кирово-Чепецк и Орлов. После этого, 23 октября, святыня вернется в Киров и останется в одном из храмов. Елизавета Халикова, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.